Мир искусственного интеллекта развивается с такой скоростью, что после выхода моего вот этого видео появились новые топ-инструменты искусственного интеллекта. Сегодня я расскажу о новых топ-инструментах с каждой из сфер вашей жизни, от работы с документами до путешествий, видеокартинок и так далее. Если вы еще не используете эти инструменты в 2023 году, то с ними ваша жизнь станет намного проще и намного интереснее. Поехали! Погнали создавать будущее, если вы откроете. Первое. Чат PDF. Инструмент, который позволяет тебе общаться с PDF-файлом, будто это живой человек. Ты загружаешь туда файл, он его полностью анализирует и, первое, отвечает, о чем этот файл. Второе. Предлагает тебе вопросы по поводу этого файла, которые у тебя, возможно, будут возникать. Третье. Отвечает на любой вопрос относительно этого документа. Самое интересное. Он понимает множество языков, то есть файл может быть на английском. Вопрос это можешь ему задавать на русском, отвечать он тоже может на твоем языке. Загружаем файл. Это файл моей диеты. О чем файл? Вопросы, которые могут возникать у меня относительно файла, но я задам свои вопросы. Классно. Благодарочка лайк. Второе. Промпты. When R.I. AI. Крутейший инструмент, который может изменить твой беспорядочный текст, твои наброски, что угодно, в организованные статьи, посты, презентации, питчдеки, рекламные предложения, списки дел. А еще можно это наделать в стиле, в котором тебе хочется. И на минуточку это бесплатное предложение. Сейчас покажу. К примеру, заходим в Explore, выбираем категории. К примеру, маркетинг. С маркетинга выбираем какой-нибудь Twitch Storm for business. То есть может писать тебе твиты. К примеру, я нашла что-то об этом предложении и вставляю сюда набросок. Здесь сюда вы можете скидывать набросок вашей статьи, вашего документа, о вас, о вашем предстоящем курсе, что угодно. Скидываем, пишем сколько твитов. К примеру, у меня 4. И я хочу в стиле Стива Джобса. То есть оно проанализирует мой текст и напишет 4 поста в стиле Стива Джобса. Пожалуйста. Похоже на Стива Джобса? По-моему, очень похоже. Или, к примеру, у меня свой стартап и я делаю Pitch Deck. Что такое стартап, что такое Pitch Deck? Я создаю свою компанию, мне не хватает денег, я иду к компании инвестиционной просить у них денег. И для этого мне нужен Pitch Deck. Это очень сложно просить деньги, особенно больших-больших компаний. Поэтому есть люди, которые очень ухитряются, изучают, как написать профессионально Pitch Deck, чтобы он привлек внимание. Потому что иногда даже если у тебя супер-решение, но ты его неправильно предоставишь, деньги тебе не дадут. К примеру, инвестиционные тулы. Выбираем templates. Company Pitch Assets with Sequoia. Пишем нашу компанию, к примеру, Zero Web. И пишем background. Вставляем эту информацию с моего Pitch Deck. Все, очень-очень много всего. Generate. Оно в основе моего всего документа сейчас составит мой Pitch компании. Что это делает? В него загружены очень много полезных статей от известных топ-лидеров рынка. Это инвестиционные, это маркетологи, это соцсети. То есть в него загружено все топовское. Не просто. К примеру, у Sequoia есть свои правила, как они видят компанию. Как должен быть составлен Pitch Deck. И обычно ты можешь это прочитать, но составить его не так. Здесь же он по их requirements полностью анализирует то, что им надо. И с твоего текста составляет то, что им надо. И вот, пожалуйста, Investors of Zero Web. Company purpose, problem, solution, market potential. Нет слов. Это насколько круто. Заходите, тестите. Благодарочка. Если у вас много рабочих звонков, то следующее приложение сделает их намного проще. TLDV. Это инструмент, который ты подключаешь к Google, Chrome, либо Zoom. Который записывает звонок, транскрибирует его, суммирует звонки, выделяет ключевые моменты и составляет протокол встреч. Ты даже, к примеру, на звонке, тебе понравился какой-то момент, либо ты знаешь, что там сейчас будет говорить очень важную вещь. Ты берешь, нажимаешь на транскрибацию, и оно из себя, из этого у рыбочка делает ролик, который ты потом можешь отправлять своим коллегам, либо оставить себе. Если вы бизнес-человек, проверяйте это приложение. Четвертое, поисковая система, консенсус. Поисковая система, которая сделана на основе научных исследований, которая поможет найти ответы на очень многие вопросы по таким темам, как медицина, экономика, математика, здоровье, питание и так далее. Вместо того, чтобы гуглить все эти вопросы в гугле и получать кучу постов на рекламные блоги, посты, ненужную информацию, некомпетентных людей, эта система анализирует все научные исследования и показывает тебе цитаты из этих исследований, которые отвечают на твой вопрос. Ты можешь нажать на цитату, оно тебе покажет полностью, откуда оно взяло, и получить полный источник этой информации. Конечно же, есть свои недостатки, так как это все основано на научных исследованиях, и они могут развиваться достаточно быстро, но пока я проверяла, мне очень понравилось. Полезен ли яблочный уксус человеку, к примеру? И здесь говорится, что здесь дается статья, откуда оно взято, какие были авторы, и говорится, что наоборот, яблочный уксус, он может помочь здоровью, и здесь он с разных научных статей отвечает на эти вопросы. Вы можете почитать и сравнить. Супер, супер. Следующая генерация картинок. Trilip.ai. На самом деле, Trilip.ai – это компания, которая занимается разработкой разных программных обеспечений, связанных ИИ. То есть, она может тебя подключить ИИ к твоему бизнесу, будто виртуальные ассистенты, чат-боты, инструменты для прогнозирования и так далее. Но здесь, на сайте, сейчас можно генерировать супер-классные профессиональные картинки. На один аккаунт дается 100 бесплатных картинок. Если вы сейчас ищете альтернативу, вы можете попробовать именно это. В дальнейшем здесь также можно будет генерировать текст. Заходим на лип. Здесь можно пока генерировать картинки. Скоро можно текст генерировать, и скоро можно будет генерировать видео. Заходим на картинку. К примеру, generate и playground. Я хочу какой-нибудь background. Я пишу background wallpaper of future world. Здесь я пишу негативный промпт. То есть, что я не хочу видеть в этой картинке. К примеру, людей. Насколько сила этого промпта. Здесь можно выставлять длину, ширину, шаги, сколько количества картинок. Можно выбирать модели. То это open journey, то ли это stable diffusion. Особенно, если у вас его не можете снять stable diffusion. И можно сразу же апскейлить эту картинку до четырехи. Качество будет обалденное. В общем, если вы дизайнер, или вам нужна какая-то картинка для вашего же приложения. Пожалуйста, Lead AI. Пользуйтесь на здоровье. Благодарочка. Мне очень понравилось. И генерировать, смотрите, какая скорость картина. Пожалуйста. Вот. Сгенерировала мне. Такие мне обои. Сто процентов могу поспорить, что не всегда удобно отвечать на звонки. То ли ребенок плачет, то ли шум на улице, метро, кафе. Но с новым предложением это будет больше не бедой. Крисп AI убирает фоновый шум в реальном режиме времени. Тут лучше показать. Заходим в крисп и сразу слушаем. К примеру, вы на улице, есть какие-то background noises. А с крисп, ты будешь звучать вот так вот. Собака. Ребенок плачет. Это будет больше не проблемой. Работает оно со всеми топовыми предложениями, будто зумы, гуголы, снеки, скайпы, дискорды. Поэтому это супер решение. Благодарочка за удаленку. Седьмое предложение. Видео. Hagen. Программка для создания видео. У них есть более ста реалистичных персонажей, что намного больше, чем в D.I.D. И могут они говорить на 40 плюс языках. Плюс здесь есть уже готовые шаблоны, которые ты просто выбираешь под свои запросы. То ли это реклама, то ли это презентация. Подставляешь свой продукт и готовое видео. К примеру, вы хотите объяснить, как пройти к вам или что нужно сделать, чтобы подготовиться перед вашей процедурой. Вот, пожалуйста, гайдик. Подставляешь девочку, видео. И она объясняет, что нужно сделать. Разные вот картиночки, темплейты. Дальше. Тут разные новости есть. Есть e-commerce. Если вы новости делаете, вот, пожалуйста, новости. И, как видите, здесь намного больше героев. Они здесь появляются новые. В общем, заходите, изучайте. Благодарочка. Супер классное приложение. Путешествия. Помощник для путешествий. Если ты куда-то едешь в новое место, ты не знаешь отелей, ресторанов, куда пойти, что сделать, какие адреса у этих мест. Trip Notes. Поможет спланировать тебе твое путешествие. Подсказать тебе маршруты. Предлагать достопримечательности, отели, кафе. Со всеми адресами и даже погоду. Заходим, выбираем город, куда мы хотим поехать. К примеру, я сейчас еду в Молдову, в Кишинев. Я, кстати, там никогда не была. Выбираю Кишинев. Я тут буду один день. Что же мне поделать в Кишиневе, в Молдове? Если меня кто-то смотрит, скажите, правильно ли он сказал или нет. Он нарезирует голову и показывает мне 4 или 5 мест, куда я могу пойти. Причем это настоящие ссылки. К примеру, он мне говорит, что на завтрак ты можешь пойти в Bio Organic, вот такой вот food store. Ты можешь там купить разные продукты. В 11.30 ты можешь пойти в Михай Эминсенсу, национальный театр. На ланч я могу пойти в Крим Деп Креме. Чтобы вы понимали, ссылка кликабельная. Я на нее нажимаю и мне сразу же, сколько стоит, когда открывается, где она, какой адрес. И телефон. В 4 утра оно мне предлагает пойти в Sports Good Shop. И на ужин мне предлагает пойти в Nobile Luxury Boutique Chinchinau. И в 8.30 возможно пойти еще в ресторан-гастробар. А в 10.45, если я любительница караоке, предлагает мне пойти в Mutif Karo. Это просто что-то нереальное. Очень круто, очень круто. Это был обзор с 8 потрясающими, потрясающими инструментами. Делитесь с друзьями, облегчайте себя жизнь. До новой встречи. Пока.